Мужская и женская обувь это у нас категория крем, позиция называется Shus. А, Англия, 39 размера, женские кроссовки, либо новые, либо практически новые, в отличном состоянии. Но это те самые зеленые мешки по 25 килограмм, которые вы знаете. Так, здесь у нас 43, указан размер, состояние вроде хорошее, подошва неизношена, видите, носили мало. Размер 43. Так, далее, кстати, обувь демисезонная, есть и летняя, и потеплее, кожа натуральная. Размер 6 написано, европейский, я не знаю даже какой это получится. Мех, по-моему, здесь искусственный, но замша натуральная, не кожа, а замша, просто значок кожи стоит, за которым я постоянно путаюсь. Так, здесь у нас размер 42, похоже на натуральную кожу. Да, кожа натуральная, это марка Tamaris. В отличном состоянии, размер 42. Правда, великоватый размер. Так, дальше, видите, да, я подошву показываю снизу, чтобы вы видели, как долго их носили, носили вообще. Натуральная кожа, точнее, замша здесь и внутри кожа. Очень много натуральной кожи, обуви из натуральной кожи в этих мешках. 43-го размера кроссовки. Volk X. Написано, состояние хорошее, подошва, правда, видите, неизношена, но грязная. Так, летняя обувь тут тоже встречается, размер 39, так, это у нас натуралка получается. Натуральная кожа и замша очень много здесь, опять-таки, размер 6, кожа натуральная. Натуральная кожа внутри, снаружи. Состояние очень хорошее, но насчет модели, не знаю, вроде еще более-менее. Иногда бывают такие морально устаревшие уже пары попадаются. 40-й указан размер, это кроссовки марки Nike. Тоже в отличном состоянии. Так, идем дальше. Марка Tuzzi, 37-го размера, женские туфли. На каблуке, в отличном состоянии. Так, ботинки. Очень легкие мужские ботинки. Искусственно, не натуралка. Размер здесь у нас что-то не указан, я думаю, где-то 40-го. А, вот, 41-й, по-моему, размер. Тоже в хорошем состоянии. Так, 40-й. Хендбайн написано, обычная работа. Размер 40-й. Кожа, по-моему, натуральная. Да, натуральная кожа здесь. И, кстати, вот эта тоже, по-моему, натуральная, если не ошибаюсь, не знаю. Но, в общем, кожа натуральная. Насчет остального я пока воздержусь от комментариев. Ботинки 47-го аж. Размеры мужские. Достаточно тяжелые. Кожа натуральная внутри и снаружи. То есть, тут реальная кожаная обувь. Ботинки мужские. Шея кожаная. Далеко в них не убежишь. Тяжелые. Так, далее, Nike. Nike. Размер здесь указан 43-й. Тоже в отличном состоянии. Без брака, без дефектов. На подошву тоже, да, обращаю ваше внимание. Каких-то там этих протертостей нету. Все отлично. Еще одна пара. Мужские ботинки из натуральной кожи. Очень много натуральной кожи. Обращайте, наверное, внимание. Состояние отличное. Без, видимо, возноса. Далее, марка Lotto. Оригинальная, по-моему. Если не ошибаюсь. Так, размер, правда, что-то я не вижу. Не указан. Но вот флаг Италия. Тоже интересная пара. Так, и здесь у нас сапоги 42-го размера. Женские сапоги размер 42-й. Натуральная кожа. Тоже натуральное состояние. Отличный замок работает. Со всех сторон разглядываем. Все вроде отлично. Без брака, без дефектов. Да, все хорошо. Коричневые. Думаю, сами видите. Сапоги. Так, далее. 38-го размера. Женские, как их назвать? Ботинки, ботильоны, или как они называются? Не знаю. Кожа, правда, искусственная здесь. Не натуральная. Но состояние отличное. Состояние очень хорошее. Так, далее. Размер здесь не указан. Кроссовки. Размера почему-то нет. Но размер маленький. 37-й, 38-й, наверное, скорее всего. Если не ошибаюсь. Как раз на осень. Теплые. Детские кроссовки марки Adidas. Размер у нас здесь указан 32-й. Детские тоже в отличном состоянии. Подошву, да, смотрим. Обычно подошву всегда выдает. Липучки в идеальном состоянии. Так, сеточка, по-моему, немножко грязная. Запылилась, видимо, не знаю. Так, здесь у нас указан 40-й размер. Тоже в хорошем состоянии. Марка Blue Motion. Скорее всего, это искусственная. По-моему, да. Далее, размер 39-й сделан в Португалии. Натуральная кожа. В отличном состоянии. Правда, видите, в мешках обувь все-таки мнется. Жалко, что они поставляются не в коробках. Хотя в коробках они бы занимали, конечно, очень много места. Так, дедис. Здесь новая наклейка. Есть еще вот здесь внутри на подошве. Не отклеивали. А, нет, ну, грязная подошва. Странно. Но, видимо, мало носили наклейки. Это есть размер 37-й. Так, далее, далее. 41-й. Так, вот есть такая пара. Печалька. Размер 38-й. Но, видите, искусственная кожа. Она уже в мешке лежала. Вот эти следы от других каблуков. Хотя здесь внутри только натуральная кожа. Снаружи все-таки кожа искусственная. И она испортилась у нас при транспортировке. Так, 36-й. Здесь указан размер. 36-й небольшие. Шнурков, правда, не хватает. Видимо, изъяли. Состояние отличное. Кровное. Так, кукли 39-го размера марки Zara. Zara. Размер 39-й. Так, это у нас Graceland. Популярная марка обуви. Замша, по-моему, натуральная. Да, натуральная замша. Натуралки очень много. Вы же, наверное, видели. Так, размер 41-й. Кстати, для заказа, пожалуйста, свяжитесь с Русланом. В этом мешке у нас 25 килограмм. Примерно 40-45 пар обычно бывает. Сейчас посчитаем. Размер не указан. А, вот 38-й размер. Летний обувь тоже присутствует. Потому что это категория крем. Крем обычно, она практически всегда идет демисезонная. 6,5 указан размер. Кожа натуральная. Так, 39-го размера красотки женские. Тоже в хорошем состоянии. Вот так это все выглядит. Немножко, конечно, мешки они мнутся. Так, 36-й указан размер. С износом, с таким сильным износом у нас, по-моему, тут ничего и не было. Единственное, вот одна пара с браком. Размер 40-й это марка Ricker. Так, ну это совсем жилета. 39,5 размера сделана в Италии. Кстати, подошва, обратите внимание, из натуральной кожи. Марка, вот, кстати, марка Giuseppe Zanotti. Не знаю, что за марка. Мне кажется, что-то такое стоящее. Тапки обыкновенные, 43-го размера. Дома носить. Так, здесь у нас размер 40-й указан. 6,5. 40-й, так, остался летний обувь на последок, 39-й. Размер детский, 24-го размера, в сандалике, тоже на лето. Так, ну вот эти вообще ничего не весят. Очень легкие, H&M, размер 37-й. Так, ну вот эти тоже легкие. Esprit. Кожа, по-моему, натуральная, размер 37-й. Так, и последняя пара обуви из этого мешка. Здесь у нас размер указан 41-й. Так, натуралка. Местами, правда. И на этом все.